Здравствуйте! В эфире проект телеканала Беларусь-4 «Школа жизни». С наступающим Новым годом! Удивительно, но это факт. Веселый праздник Новый год и зимние каникулы становятся серьезной проблемой для родителей. Дело в том, что ребенок выбивается из привычного ритма и оказывается в обстоятельствах, где много свободного времени, часто небезопасных развлечений и игрушек, где много не всегда полезной еды. Итак, сегодня о том, что нужно знать родителям, чтобы новогодние дни прошли радостно и спокойно. И если и с сюрпризами, то исключительно с приятными. Новый год – праздник теплый, семейный, немножко сказочный. И его ждут все. И те, кто верит в Деда Мороза, и те, кто уже сам им работает. Новый год и Рождество – самые волшебные, долгожданные праздники. Но для работников МЧС это очень напряженное время. Новый год и Рождество – это хорошее время для всей семьи. Важно, чтобы только после таких праздников все были целыми и невредимыми. Все мы с нетерпением ждем Новый год. Как сделать так, чтобы он в воспоминаниях остался прекрасным праздником, безопасным праздником? Дети в зависимости от возраста по-разному воспринимают новогодние праздники. Младшие вместе с родителями с нетерпением ждут Деда Мороза и Снегурочку. Ну а подростки стремятся к тому, чтобы встречать Новый год в своей компании самостоятельно, без взрослых. Как родители должны готовить своих детей к встрече новогодних праздников? И какова специфика встречи Нового года детьми разного возраста? Наверное, есть такая фраза «не делайте из еды культа». Тут можно ее расширить и сказать «не делайте из праздника культа». Самое важное для детей – это присутствие родителей, их участие в этом празднике. То есть если будет совместное безопасное времяпрепровождение, ребенок это запомнит лучше, чем какую-то конфету или какое-то экзотическое блюдо, которое готовится именно на Новый год. Поэтому я считаю, родители должны самый ценный ресурс – время подарить своим детям. Согласитесь, ни один Новый год не обходится без фейерверков и петард. И это головная боль всех взрослых, абсолютно точно. Целый декабрь идет республиканская акция «Безопасный Новый год». В местах с массовым пребыванием людей будут активно наши юные спасатели вместе с работниками МЧС в виде такого праздника, концерта, рассказывать, петь. Но при этом еще и напоминать основные правила безопасности при встрече Нового года. Новый год – это праздник семейный. Да, он сказочный, он волшебный, он очень теплый. Это всегда ожидание какого-то чуда, ожидание чего-то очень необычного. И, возможно, те дети, которые уже понимают, что этот праздник делают взрослые, что Дед Мороз все-таки в трубу не влезает, желание приключений все равно остается, желание каких-то необычных эмоций остается. И здесь иногда взрослые позволяют им где-то так немножечко оторваться. Но все-таки я бы была очень осторожной. И для взрослых все-таки бдительность все равно должна всегда оставаться обязательно. Потому что даже если вы скажете, ну хорошо, но тогда ты за все отвечаешь сам, и за последствия ты будешь отвечать сам, эта фраза вообще ничего не изменит. Потому что ребенку, которому 14 или 15, эта фраза обозначает просто разрешение. Потому что за что такое все он там будет отвечать, он не знает. Это взрослый, если задумается, то он может приблизительно представить себе, прикинуть, что там может быть все, кто соберется. Хорошо ли вы знаете друзей своего ребенка? Вы уверены, что в ситуации веселья они не пойдут на какие-то очень рискованные приключения? Вы уверены, что они не принесут того, чего нельзя употреблять детям? Точно? Все? Можно ли спокойным быть? Если нет, вы готовы все утро следующего дня провести в отделении милиции? Вы готовы, что ваш ребенок будет поставлен на учет или в травматологии, или еще где-то? Точно это праздник? Здесь нужно быть всегда очень внимательным, потому что дети, это всегда дети. Ответственность на родителях. Свобода есть там, где человек ощущает ответственность. Если вы видите, что ваш ребенок не в состоянии отвечать за себя, а там надо еще и за друзей отвечать, тогда зачем разрешать? Мы рискуем немногим ли ради того, чтобы просто позволить, просто не задуматься? Надо понимать, что если мы хотим праздник сохранить и сделать его праздником для наших детей, и в том числе для себя, то лучше не пить. Это очевидная тема. На самом деле, лично моего окружения, очень много людей не употребляют спиртные напитки не просто на праздники, а вообще никогда. Многие приняли такое решение и нормально живут, и нормально существуют с этим совсем. Вопрос такой, когда ребенок просит, что давайте мы останемся одни, родители быстрее свалите с квартиры, ну давайте так, процентов 99 будет спиртное. Ну будет оно там, хотим мы этого или не хотим, как бы видим, не видим, оно будет. Сколько этих вопросов по выпускным вечерям, праздникам, событиям, когда там дети проносят, там, конечно, всевозможными способами, тем более, когда они остаются одни. Ну как бы зачем, чтобы ушли родители, то есть, ну если там все будет хорошо, ну зачем, чтобы они уходили? Ну то есть, чтобы потусить, ну как бы странно, да, вот сам факт. Поэтому лично для нас и Рождество, и Новый год, это семейный праздник. Никто никуда не уходит, мы все собираемся с друзьями, делаем программу, проводим его вместе, и прямо отлично, то есть, вот это мне нравится. До какого возраста в них нужно поддерживать вот эту веру в новогодние чудеса, в настоящего Деда Мороза, в то, что он приносит и кладет подарки под елку? Возможно, по ребенку будет видно, да, верит он еще или уже начинает сомневаться. И, конечно же, искусственно долго сохранять сказку не получится. Ребенок не один, есть в садике уже в старшей группе дети, которые начинают другим рассказывать, что нет, нет. И дома поэтому остальные начинают почву прощупывать. А правда есть Дед Мороз или нет? Есть разные варианты, я слышу от разных родителей, очень хорошие иногда способы поддержать ощущение сказки. Когда вот одна из моих подруг своим детям говорила, что, конечно, один Дед Мороз всем детям не успеет подарить подарки, но у него всегда есть помощники. Конечно, поэтому, да, ты их можешь видеть на улице. Перед Новым годом можно провести такую беседу. Ты уже большой, ты уже повзрослел, ты стал очень наблюдательным. И я вижу, что ты часто совершаешь, ты иногда уже совершаешь поступки, которые говорят о том, что ты стал еще и добрым и внимательным. Ты можешь кому-то помочь, о ком-то позаботиться. А это значит вот что. Это значит, что ты уже дорос до того, чтобы самому стать таким же, как Дед Мороз. Ты можешь сам стать добрым волшебником. Именно это самый большой секрет Нового года. И здесь ты можешь выбрать, кому ты можешь сделать подарок. Главное, чтобы это осталось секретом, чтобы никогда и никто не узнал. Дети, кто говорят, что Деда Мороза нет, они просто еще не доросли до того, чтобы самому делать праздник. Такая эстафета ощущение волшебства оставляет. И ребенку позволяет испытать эти эмоции. Скажите, пожалуйста, а как дети должны проводить новогоднюю ночь, в котором часу спать ложится? Все зависит от планов родителей на следующее утро. Многие поступают очень разумно и не нарушают детский режим. И много лет подряд, 1 января, выходя в привычное время на прогулку, я вижу таких же спокойных, уравновешенных мам, в которых ничего не случилось. Мир не перевернулся, Новый год настал, ребенок в хорошем настроении, в хорошем самочувствии, в привычном ритме. Это очень здорово. Дети очень легко перевозбуждаются, особенно младшего возраста, я говорю о дошкольниках. И для них, для их нервной системы это неподъемный груз. Вечернее перевозбуждение. Праздник. Праздник такой, тем более это очень шумный в последнее время праздник. Сколько бы мы ни говорили про пиротехнику, но первые 3 часа Нового года очень шумно. И если ребенок не уснул раньше, ему очень тяжело уснуть при такой звуковой и световой нагрузке. Да, по сути дела, так оно надо. И, конечно, потом ребенок со сбившимся режимом дня очень мешает родителям. А если у них еще болит голова, есть родители, которые не послушают Сергея Петровича и не поступят так, как мы, а будут все равно принимать алкоголь, будут невнимательны. И, конечно, это не добавляет праздничной атмосферы. Больная голова у родителей, кричащие дети. Еще вылазят какие-то проблемы со здоровьем. Поэтому каждая семья делает выбор сама. Но самое правильное провести новогоднюю ночь так же, как и предыдущие ночи. И тогда следующее утро у вас будет здоровым, радостным и безопасным. Давайте не будем забывать, что ведь Новый год – праздник семейный. Это значит, что сказка должна быть не только у ребенка. Когда семья готовится к Новому году, как это может быть? Что происходит? Маленькому ребенку родители подыскивают какой-то подарок. Конечно же, ребенок, видя это, постепенно тоже начинает к Новому году пытаться найти что-то, чем обрадовать родителей. И вот здесь очень хорошо, когда мы научим деток заботиться обо всех членах семьи. Сестричке, братику, бабушке. И если есть возможность, то очень хорошо, когда дети с помощью родителей могут позаботиться и подготовить какой-то, хотя бы маленький, но очень душевный сувенир, поделочку, которая по характеру подойдет всем членам семьи. Но все-таки атмосфера взаимного внимания сохранится. И вот именно она создаст ощущение праздника, душевности и тепла. Стандартные новогодние подарки – это сладости в большом количестве. Скажите, есть ли хотя бы процент пользы в этом? Сладости содержат очень много многокомпонентных сейчас. Очень многокомпонентные. Различные начинки, различные глазури, посыпки. И это большая антигенная нагрузка. Это аллергии. Это провоцируется аллергия. Кроме того, сладости, особенно в этом невообразимом количестве, это большая гликемическая нагрузка. Это, давайте скажу бытовым языком, это удар по поджелудочной железе. По детской поджелудочной железе. Как правило, на столах для детей почему-то присутствует сок. Он тоже является очень серьезным продуктом с высоким гликемическим индексом. То есть быстрые сахара, которые быстро поступают в организм, раздражают нервную систему. Это приводит к дополнительному перевозбуждению ребенка. Кроме того, это отбивает правильный пищевой интерес, правильную пищевую ориентацию. После праздников очень тяжело накормить ребенка правильной пищей, если ему было доступно все самое невообразимое. Поэтому это больше не подарок, не радость, это зло в доме. Однозначно, при всей любви к ребенку, это не любовь в конфетах, и в большом их количестве тем более. Но об этом нужно разговаривать заранее, причем со всеми людьми, которые придут на праздники. Потому что, как правило, приходят и начинается там ребенку это, ребенку то. То есть не мешало бы предупредить и поговорить заранее, что, ребят, ну давайте как-то поаккуратнее, поосторожнее, да, лучше не нужно этого дарить. Хочу сказать, что человек, он просто биологический вид и продукт эволюции. Эволюция не успевает за техническим прогрессом. И если 200, 150, 100 лет назад сладость для ребенка была действительно раз в году на рождественские праздники, и это была одна-две конфеты или какое-то там действительно пирожное, это было событие, то сейчас наши дети, ну, я считаю, для большинства населением конфеты очень доступны. Конфеты детей не удивляют совершенно, не дарят какую-то сверхъестественную радость и не являются чем-то необычным. Поэтому я думаю, что родители, которые беспокоятся о здоровье детей, уберут сладости. Если вспомнить, как часто долго мы готовимся к Новому году, вот мы ищем подарки, мы продумываем сценарии, программу, кто, как, куда пойдет, как и что будет проходить, и как быстро он проходит, этот Новый год. Так вот, для ребенка важно и подготовка тоже, чтобы проходила с интересным настроением. Атмосфера подготовки важна. Если летние каникулы мы рассматриваем как время для оздоровления, то чаще всего именно зимние каникулы, взрослые, да и дети, расценивают как передышку в периоде учебы. Верно ли это? И как использовать каникулярное зимнее время правильно? Зимнее время очень хорошо подходит для оздоровления. Это очень здорово провести время на улице. Даже если погода будет не очень снежная, даже если погода будет немножко дождливая. Но в каждом дне можно найти какую-то прелесть. И очень важно родителям провести время вместе с детьми. Я абсолютно убежден в том, что и на выходных, и включая каникулярное время, особенно старшим детям нужно дать возможность высыпаться. Вот как бы это ни звучало, дать возможность, во-первых, высыпаться. Во-вторых, хорошо и весело проводить время и ни в коем разе не снижать физическую активность. Как бы, да, вот потому что появляются новые возможности. Если раньше это был вечер, то сегодня в каникулы это может быть день. Да, то есть возможностей становится больше, так как светового дня больше. И это время классно использовать для совместных прогулок. Если есть снег, это лыжи, коньки, все что угодно, досанки. Если снег лепится, а это горки, вернее, эти крепости, да, и снежные бабы. Да, то есть, ну, если дождь, можно и в зал прийти, там, посмотреть. Тем более школы, они будут все равно работать, да, будут. Тем более, там, лагеря по школам будут, и можно найти места, где можно нормально, весело отдохнуть. Плюс появляется масса возможностей куда-то сходить. Там будут и театры, и кино, и все что угодно. То, на что не хватало, может быть, время. Только бы мы не говорили о пользе совместного с взрослыми времяпровождения, о пользе, там, спортивных залов, уличных прогулок, но из-за погоды большинство времени ребенок будет проводить время дома и чаще всего один. Давайте напомним родителям, о чем они должны позаботиться, чтобы это время было безопасно. Ребенок один дома, родитель должен быть уверенным. Быть уверенным в том, что ребенок будет в безопасности. Это в первую очередь, что он будет вести себя прилично, правильно, с ним ничего не случится. Что он сможет разогреть себе пищу, что он может поиграть безопасно в компьютере, посмотреть телевизор. Но мало теории, нужно напоминать всегда, как ты будешь действовать в случае, если тебе позвонят в дверь. Если у тебя случится такая чрезвычайная ситуация, если, например, да, загорелся утюг, как ты будешь себя вести? Номер телефонов службы спасения. Это в первую очередь. И если вы доверяете своему ребенку, то оставление дома одного, это никаких проблем не существует. Но всегда нужно помнить, что малолетних детей мы не оставим. Я хочу порекомендовать и опять вернуться к эволюции и к историческим аспектам. Раньше никогда семья не растила ребенка одна. Ребенка растила деревня. И мы привыкли к изолированной жизни, к городским условиям. Но мы имеем младшего школьника. Его еще страшновато оставить одного. Он еще не уверен в своих действиях. Но родители вдвоем работают. Но у этого младшего школьника уже есть окружение. И надо не полениться. Заранее обзвонить других родителей и предложить альтернативу. Сегодня пять человек собирается у вас. И у вас сегодня есть ответственный взрослый, который развлечет этих... Ну, даже не развлечет, присмотрит за этими пятью ребятами. Завтра это буду я. Послезавтра следующий человек. И так смотришь, можно распределить все каникулы. И дети будут под присмотром, будут общаться. Ну, и родителям это будет не так накладно, как взять семь дней за свой счет. Давайте не забывать про бабушек и дедушек. Хорошее время отправить их, в конце концов, если есть возможность туда. Это раз. И второй момент – это школьные лагеря, которые будут работать в этот период. И если ребенка реально невозможно оставить, то надо позаботиться, чтобы он был в школьном лагере. Это очень простое решение и доступное. Там есть и развлечение. Туда же придут работники МЧС и освод, и расскажут про лед, и про петарды, и покажут фильмы, мультфильмы, поиграют с ними, и песни споют и так далее. Еще и на улицу выведут. Потому что все равно ребенку каждый день нужно два часа на свежем воздухе, иначе он недополучает кислорода, вялые мышцы, плохо соображающая голова, рассеянное внимание, повышенная капризность и раздражительность. Зачем нам это надо? Пусть он выбегается с друзьями и замечательным, тихим будет дома. А каким же должен быть сценарий самого праздника, семейного праздника? Или, может быть, не нужно заморачиваться и что-то заранее прописывать, придумывать? Можно, конечно, и не заморачиваться и попробовать использовать то готовое, что предоставит телевизор. Может быть, ну, по опыту, ну, часа два посидишь, все съели, а что дальше? Ну, еще час, ну, петарды там, салюты, а дальше? И вот он кончился, Новый год. И все, и так готовились, ждали, 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 оп, и пусто. Ну, если ответить одним словом, то он должен быть разумным. Не надо туда вкладывать годовой семейный бюджет, не надо приобретать какую-то экзотику, которую никогда не пробовали члены семьи. Он должен быть умеренным, потому что никому, ни мамам, ни папам, ни детям на пользу не идет переедание. Ну, что еще? Конечно, хочется праздник и удовольствие от красивого сервированного стола, это очень важно. Удовольствие от праздничного приготовленного блюда, это тоже. Важно. Сказать, что он будет сбалансированным обязательно по белкам, жирам, углеводам, ну, наверное, один раз в году можно отступить от этих правил. Но я всегда за умеренность и за разумность. Я никогда не понимала, как хозяйка три дня готовит, потом это все либо переедается, либо выбрасывается и большой радости не несет. Все, кто принимает участие, уставшие, те, кто просто приходит есть, этого не ценят. Поэтому все, я считаю, должно быть разумно. Ну, а теперь новогодние пожелания и итоговые советы родителям. Как сделать новогодний праздник красивым и безопасным? Новогодние праздники – самые сказочные, самые светлые. Прекрасная подготовка к празднику, замечательный сам праздник. Если каждый постарался вложить в это свою душу, я желаю, чтобы этот Новый год прошел как можно лучше, интереснее и запомнился только с хорошей стороны. Уважаемые родители, любите своих детей, цените своих детей, будьте на Новый год умеренными, трезвыми, заботящимися и интересными. Пусть все произойдет хорошо. Уважаемые родители, проведите это классное время в трезвом уме и твердой памяти вместе со своими детьми, с хорошей программой. И я уверен, что этот Новый год запомнится им надолго. Мамы и папы, своим детям дарите волшебный мир, волшебную сказку. Пусть их желания обязательно исполняются, и у вас у всех будет отличное настроение. Но самое главное – безопасное. Уважаемые родители, формирование сознательного поведения – процесс длительный и состоит из многих вещей, которые иногда нам кажутся мелкими и несущественными. Но помните, не бывает мелочей в тех случаях, когда дело касается наших детей. Счастливого, радостного, безопасного и здорового Нового года вам и вашим детям! Это была «Школа жизни» на телеканале «Беларусь-4». Всего вам доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok